Добрый вечер! Мы очень рады, что Господь благословил нас с этой возможностью петь сегодня и служить, и радоваться всем вместе, то есть этой конференции. И очень благодарна, конечно, московским христианам, московским церквам за потрясающее гостеприимство, за организацию. И почему, собственно, мы решили немножко по-другому поменять формат, немножко по-другому, потому что на обычном хорко ходит, поет, и вроде как-то Леша сказал, «Все все ясно». Теперь мы можем. Это наш брат Олег организовал эту идею. Где-то он здесь есть? В общем, идея была наша брата Олега, а он меня не слышит. Почему это возникло? Он сказал, «Слушай, Люка, хотелось бы просто поделиться и сказать, что, как говорится, немножко за кадром, потому что мы сейчас вышли и спели вам. Что вообще происходит в жизни этого служения? Потому что мы не хор, мы служение, в первую очередь. И те молитвы, которые мы совершали, то, через что мы проходили вместе и Господь нас вел, это очень для нас большая радость. И мы не можем не поделиться с вами этой радостью, не приободрить вас, потому что мы хотим, чтобы вы тоже имели эту радость. А кто имеет, понимает меня. И, может быть, что-то для себя возьмем, какие-то, какие-то, ну, может быть, какой-то обувь. И, ладно, как будет полезно. Мы немножечко расскажем о хоре церкви Христа на Невее и хоре церкви Христа на Жалке. С чего мы все начали? Что все дышищее – это славит Господа. Если ты дышишь, ты уже можешь его помнить. И это главная наша цель, цель нашего служения. Славит Господа. Жизнь хорового служения. Сейчас мы про это немножко расскажем. Все начинается с молитвы, репетиции и, конечно, ужина. Что такое молитва для нас? Это стратегия. У нас есть хора, совершенно четкая, четыре определенные рада на цели. Это славить нашего Господа. Вторая – это приободрять друг друга в вере, потому что если мы, как христиане, сами не приободряем друг друга тем, что мы делаем в этом служении, то как же можем приободрить церковь? А это является третьей целью нашей. И тогда уже приободренный, приободривший церковь, мы можем рассказывать о Христе. И четвертая цель нашего служения – это проповедовать Христа. И вот мы так проповедуем. На Невском проспекте, вот сверху видите аптека, на станции метро. У нас такая традиция сформировалась. Мы когда куда-то едем петь, встречаемся обычно хором на станции метро. И решили, ну что просто так, уже весь состав есть. А давайте споем. А еще мы поем гардеробщицам. Вот видите, нам это очень нравится. Поем, когда идем мимо какого-нибудь парка. В последний раз это было очень здорово. Мы были в Пушкине, спели женщине, которая пропускает. Она так раскрогалась, говорит, я вас пропущу бесплатно. Я говорю, да не надо. То есть, это действительно возможность. Вот у нас всем, наш известный и уважаемый брат Сергей Борисович нас приглашает в кузницу. Сергей Борисович, тут есть? Нет. Нет, да. Ну вот, вот видите, вот в таких условиях проходят творческие вечера. И он приглашает в кузницу, и на самом деле, это возможность встретиться с людьми, которые никогда в церковь не придут, возможно, по-своему, как говорится, по-своему, в церкви. И это интересно, потому что там есть люди, которые не просто не верят в Бога, а которые активно в них не верят. И это духовная борьба, на самом деле, это война. И мы часто сидим, ну как бы, когда все в церкви, а мы все так хорошо, уютно. И тут выходишь и встречаешься с людьми, которые активно противодействуют. И вот есть возможность как-то до них достучаться. Вот, и мы поэтому всегда в ближайне. Вот мы там ездим, ходим. Дальше, да? Примерно. Вот, тоже, мы очень много за это молились. И сначала мы попали в Ольгина. Что такое Ольгина? Это хоспис. Смотрите, Андрей сидит у стола, с луночкой вместе. Сначала мы ездили в хоспис. Это пригород Санкт-Петербурга. И там дети находятся между химиотерапиями. Мы им пели песни и рассказывали, и молились вместе. Рассказывали им о христе. И мы молились, чтобы нас пустили в онкологическую больницу. Не онкология имени Петрова. И представляете, было совершенно такое чудо. Вот уже фотографии. Мы, может, в этом году сотрудничали с ними. Вот, Али, Покеменко, они уже в Библии, на Рождество. Мы к ним поехали, подарили им коробку всяким библией. Вот, ну и, конечно, та цель, про которую я говорила, приопотрять церковь. Вот в церкви в Санкт-Петербург мы дружим, и у нас в хоре ребята из разных церквей. Это тоже нам дает преимущество, потому что всегда проще, как говорится, когда тебя приглашают в ту церковь, ты думаешь, ну а что же поймут в этом хоре? Теперь для нас тоже новая возможность расширять горизонты, вот, как братья здесь говорили. А вообще наш корс с 2005 года существует. Вот еще по пригороду мы ездим. Мы в церковь Библачина уже очень давно дружим, и ездим к ним на Рождество, на Пасху, общаемся, и вот как-то тоже пытаемся прям подряд, чтобы все подружить с ним. Новая у нас церковь Павловская, в ангелике христиан-мартистов. Видите, вот она, прям написано на ней. Тоже буквально, это недавно мы ездили в апреле, на Пасху, перед Пасхой. Вот, и тоже буквально на прошлой неделе, вот видите, вот эти вот мужчины сидят. Действительно, очень большая трагедия, как-то через что-то, через тяжесть такое проходить, но уже многие, вот этот второй, видите, слева, он очень хорошо Библию читал, он читает, и вопросы такие задавал, очень глубокие. Наши братья, тоже христиане, в таком ДК, вы видите, желтое здание, сами снимают помещение и приглашают людей, привозят сами на машинах из революционного центра и делают им прямо такой вечер пасхальный, праздничный. Они там и стихи читали, и на гитаре играли. И мы вот в этой программе, видите, мы на двери стоим, слушаем, а там девочка поет. Вот, а это вот мы верили, пригласили. Дальше. Вот, ну и, конечно, поскольку мы тут церковь в Стану Мире, то как не поместить вот эту программу? Мы поем у нас дома, и это для нас тоже большая радость, когда у нас праздники, Рождество, и какие-то мероприятия. Еще мы дружим с Минском, вот Светочка сидит. Вот, это тоже она у нас в Поре долгое время пела, и мы встречаем, конечно, по ней. Здесь вот много лиц, которые разъехались по разным церквям нашим, как в Поре ребята пели, то мы снижаются. И мы еще здорово будем ездить вместе, потому что, сейчас вы увидите какое-то служение интересное, вы видите, на пикнику, например, ездить. Вместе с Минской зеркалкой, либо сольная встреча, в общем, большая радость для нас. Ну и, конечно, да, наш коротень действительно славится, мы любим вместе время проводить. Вот у нашей сестры Мариночки вот такая замечательная вещь, как в Кракле, это уже такая традиционная хоровая традиция, проводить вместе время, потому что, ну, когда друг друга лучше знаем, молимся друг за друга, то мы и поем лучше, знаете. Вот так. Ну и, конечно, хор церкви Христа на шаболотке, вот видите, это лица знакомые. Я сейчас передам вам то, что Аня Золоткова, которая уже тоже в этом служении помогает хору и руководит. Ну, у нашего хора, конечно, нет таких красивых фотографий, таких обширных, такой географий путешествий, таких огромных достижений, как у питерского хора. Но мы хотели вам по другой причине рассказать о нашем хоре. Я хотела с вами поделиться, почему наш хор является, ну, для меня лично, и, мне кажется, для нашей церкви, одним из самых ярких свидетельств всемогущества Бога. И таким вдохновлением к служению. Ну, началась наша история, наш хор достаточно в классическом таком ключе. Как и любой хор, он был основан однажды. Это был молодцов, Костя сейчас вспоминали, наверное, 2000-й год. И вел его Константин Городков, профессиональный музыкант, закончил консерваторию. Вот, там было, были различные тоже мероприятия, занятия. Вот, и я тоже была участником этого хора. Ну, вот, с тех времен, наверное, мало осталось участников прежнего состава. И потом так случилось, что Костя больше не смог вести занятия. И долгое время хора не было в церкви. Не было песенного служения, не поддерживалось. Вот. И потом однажды совершенно случайно ко мне подошел один брат. И почему-то именно ко мне. Вот. И сказала, вот, Аня, ты знаешь, мы бы хотели, у нас вот тут в церкви есть желание, мы хотим петь. Мы вот не знаем, кто бы нас направил. Я говорю, да я вот по-то не умею. Ну, мне нормально, нам так, не надо супер, нам надо просто. Нам напрягается нормально просто. Вот. И параллельно, вот чтобы вы понимали, в тот момент у меня был очень тяжелый такой духовный период. Я очень редко ходила в церковь. Я думаю, вообще из нее уйти. И тут вдруг ко мне подходит брат. Еще мне хочет поручить какое-то ответственное такое задание. Я думаю, ну, как-то, наверное, как-то вдохновилась. Думаю, ну, может быть, действительно. Вот. И параллельно, вот, моей сестре во Христине, родной, пришла идея, они связались, списались с Люкой. Ей пришла идея тоже возродить песенное служение и организовать такие периодические приезды к Люке, чтобы она любила креману. Вот, кто не знает, кто это. Чтобы она тоже занималась вот с нами пением. И так мы соединили две концепции, и я стала вести в воскресенье репетиции, а Людмилу мы приглашали примерно раз в такой стезон песенный, чтобы она нас так собрала, всех построила и ходили на концепции. Почему это такое свидетельство? Потому что у нашего хора было все, чтобы не состояться как хор. Во-первых, я не профессионал. Я не только не профессиональный музыкант, у меня другая профессия. Я даже не закончила музыкальную школу. То есть я вот такая, ноты первая, значит, по самоучителю там разобралась, куда нажимать, вот это вот что-то. И на песенных семинарах, там, что-то умных слов набралась, я такая так, так, фа, это, знаете, так, это басовый ключ, это фа, так, сейчас так, басовый, миф, значит, пожалуйста, да так. Ну, то есть это у меня в голове такой, ну, смотри, там я вот это, значит, дома там ночами что-то репетировала, как я буду, мне же надо как-то выглядеть достойно, там, играть партии, а я же вот это все не умею. Вот, и вот так училась, и как-то, вы знаете, вот это у нас пошло. У нас не было никаких финансовых, там, инвестиций, у нас не было никаких, там, знаете, какого-то вот специального помещения, где бы там занимались. У нас даже инструмент, он вот немножко фальшивый был, там, Люка несколько раз приезжала, говорила так, что-то понятно, почему у вас не строят все время. Вот, и, но чудесным образом, чудеснейшим образом, этот хор существует уже пять лет. У нас, в общем-то, и все хористы тоже не профессионалы, у нас только два человека с музыкальным образованием, если не ошибаюсь. И все, кто приходил, все говорили, что, вот, что было хорошо, что все говорят, а мы бы умеем пить, и говорит, мы-то что умеем, что ли, вы приходите, будет хорошо. Вот, и, да, и вот это для меня самое огромное свидетельство того, что Бог работает через то, что вообще не может работать. Он может даже машину, у которой нет колес, заставить ехать. Нужно только со смирением ему довериться. Вот это вот то, чем мы хотели с вами поделиться, вот о нашем хоре. И мы сейчас поем, вы слышите, как мы поем. У нас есть чудесная какая-то революция произошла вот в последнее время. У нас хор, я тут немножко болела и не могла пести репетицию, у нас хор сам себя был. У нас хористы, я не собираюсь, да. У нас очень ответственные хористы, сами дирижировали. И у нас появилась активная группа, которая есть тоже там в Дома престарелых и в церкви в ближайших городах. И там тоже хотя бы четвером они исполняют духовные песни, и это служение развивается. И у нас есть совместный проект, она есть в церкви, которые мы с вами не будем. Поэтому спасибо большое, не стесняйтесь петь. Там, если кто-то увидел, Леша полистал вперед. Вот это... Обратно можно? Вот, собственно, мы репетировали, репетировали, а потом думаем, а почему бы нам не спеть вместе? И это первый раз произошло на конференции в прошлом году. Вы видите, вот где, вот, следующая, да, наверное? Да, вот, сверху фотография. Вот, и потом мы подумали, а почему бы нам не спеть в Москве? И большая благодарность Володь Михайлову и вообще все церкви на Шаболовке, потому что мы получили невероятное удовольствие, потому что мы пели прекрасные акустики, которые просто чудесные. Если подробнее, потом вы дадите, я вам расскажу. А потом мы, видите, еще гостились и пели, и нас угощали. Прекрасно было, конечно. И у нас возникло следующее. А почему бы еще не спеть? И вот на крещенских вечерах фестиваль, который проходит ежегодно в Петербурге, этой зимой вот репетиции проходят, можно ли, вот. И мы этой зимой вот репетировали, а в воскресенье мы уже вместе спели. Вот такая была у нас замечательная программа, совместная, и невероятно мы душевились. И поэтому мы решили, а почему бы меня не поделиться с вами, потому что мы действительно можем оказать эту помощь, поделиться опытом. И в частности, есть два замечательных еще ресурса электронных. Вот один, Костя Жгулин, уже, наверное, говорил, и книжечка-песня. Это песня-шурсный сайт. Хоть в этом году, к сожалению, песня-шурс не получается провести, но тем не менее сайт работает, и вы можете на нем массу полезной информации найти. Партии и так далее. А еще, следующий сайт, это наш институт теологии христианского ресурса, сейчас центр христианских ресурсов, вот такое его название. И здесь, если вы по этому адресу вот зайдете, вы можете тоже найти партии, если кому-то интересно, даже можете найти фотографии, расписания нашего христиана. И если у вас какая-то помощь, или какие-то вопросы, сейчас к нам, вы можете любому христианскому задать, или подойти к нам сами. И просто мы хотим, чтобы Господь был достойным, прославляем, и мы хотим вас воодушевить. То есть в каждой церкви Господь действительно славится, потому что церковь, которая славит Господа, это сильная церковь. Субтитры подогнал «Симон»